Внимание! В этом видео всё это выдумано. Это всё я придумал. Именно я. Это всё я придумал. Такого не может быть по-настоящему. Ребята, сейчас я вам расскажу про самых везучих и богатых людей. Их всего лишь три. И я вам сейчас... Первый человек. Это мальчик. Это мальчик. Всего лишь семь лет по имени Игорь Степанович. И короче, однажды, когда этот Игорь... Ну, давайте не буду называть его имя. Да, когда он нашёл, короче, однажды по улице гулять вместе со своим папой. Да, они, короче, наткнулись на какую-то неизвестную находку. Это, короче, была какая-то бутылка, на которой было написано СССС-0. Они подумали, что это какой-то розыгрыш. И пошли далее. Но через 20 минут они опять встретили такую же бутылку. Им стало совершенно попутно. И они решили пойти по следу. Так они прошли до вечера. И увидели в конце, в самую большую бутылку в секретном заброшенном садике. Это было очень круто. Но они решили поймать, чтобы не было времени. Но они сфоткали напоследок. И после того, как жена это видела, она засмеялась и сказала... Правда, я не знаю, как вот эту большую бутылку доходить. Вот мне доставали, доставали, доставали. Да, и в общем, потом, когда они опять пошли погулять, хотя бутылку там не было. Они даже решили за тех, кто в садике. Но там ее тоже не было. И после этого, когда они подумали, что это просто им показалось, начали гулять все быстрее и не реже. И знаете что? Им всегда везут. Всегда их друзья были. Всегда, когда они приходили, завтрак был вкусный. И поэтому вот так вот везут. Там еще другие вот везучие штучки. Но я им не буду их. В общем, давайте вот такую. Это уже взрослый человек. Он был уже целых 30 лет. Да, его звали... Сейчас, как тому же звали, я забыл. Его там звали Ваня. Ему было... Да, его звали Ваня. Барвит. Ваня Барвит. И в общем... Барвина черная. И в общем, короче, однажды он просто, как всегда, шел в магазин за продуктом. Его посрала мама. На купицах, масло, яйца. Ну, в принципе, поняли, что там ему купить надо. Да и вот и идет идет. Когда он заходит в магазин, его сразу встречают продавщицы две. И они говорят. Позвольте, а ты наш миллионный покупатель. Поэтому тебе все бесплатно в этом магазине до конца своей личной жизни. Я не удивился. И подумал, что это просто розыгрыш. И он ходил в этот магазин всего 10 раз. Как он мог быть с одним постоянным клиентом? И он всегда видел вот этого мужика, которого звали Петрович Анхот. Да, он же всегда его видел. Он ходил в магазин больше его раз. И каким-то образом он именно стал. Да, я не знаю. Я подумал, что он такой разыграть его. Такое решили продавщицы пациента. Вот он, в общем, идет. Идет. Когда он забрал все вещи, он пошел в магазин. Когда ему все пропортили, он сказал. Ну, сколько с меня? А то я с собой уже давно не ходил в магазин рассказать. Нисколько! Тебе все бесплатно! Ваня уже не знал, что... Я Ваня уже не подумал, что это... Вот так понял, что это все так было. И так он сказал. И мы поверили как-то не то образом. Поэтому они решили сами от дерева поедать туда в магазин. И они правда увидели, что он, правда, постоянно покупатель. И поэтому Ваня везло даже не в магазине, а на улице везде. Ну, и последнее, третье. То, что я вам сейчас расскажу. Ну, заранее поставь лайк и подпишись и нажми на колокольчик. Потому что такого ты больше не в день слышишь таких крутых историй. В общем, однажды... Однажды два паренька по имени Женя и Саша. Шли просто на рок-консерт. Подороги институт Асиафио. Он набросился на Женю. Я пытался его потомсти от Женя, но он разгрыз до смерти. Саша хотел кружать, но та ухватила у него тапок. Саша испугался и на ноге таток он домой. Да, и потом после этого он уже никогда не начал эту собаку при себе. Всё новое. И поэтому ему теперь начало везде вести тоже. Интересно, прям как так случилось. Ладно, если бы понравился данный ролик, и да, в нём всё выдумано. Такого в нигде не было. Такого вообще нигде не было. Боже, не забыла ставить лайк. Подписываться на мой колокольчик. И когда я смогу спешить свой комментарий, я знаю, конечно, как, то тогда. Просто ты мне напишешь комментарий. Какой ты крутой, Русан. Ага. Я правда крутой, ребята. Ну, почему ты на канале не берешься? Это как на мау-барси? Ну, ага. Это авиастер подписька. Пока. Пока. Продолжение следует...